бонд лазерман бонд всем привет сегодня у нас кадре мультитул от лазерман моделька называется бонд это достаточно простой мультитул относительно других моделей лазерман он недорогой не имеет полноценных замков на инструментах которые прячутся в рукоятях все чисто подпирается пружинками он легкий имеется здесь возможность установки клипсы ну и мы поглядим посмотрим как здесь что сравним с другими моделями как здесь работают все инструменты посмотрим тулом я пользуюсь уже достаточно долгое время и в целом это старый мультитул лазерман пести пока сувалту но он с улучшениями здесь много улучшений много всяких мелочей по ходу обзора будет всякое показано рассказано крупно что здесь да как подогнал тул на тесты официальный дистрибьютор продукции лазерман на территории российской федерации это омега тул ссылочка будет в описании видео и ссылка на их магазин тоже также они предоставляют промокод со скидкой для всех зрителей канала заходите в описании будет вся информация и так клинок открывалка для банок для бутылок плюс вот здесь инструмент для зачистки проводов здесь отвертка philips на которую можно установить биты если вам это нужно это все продается отдельно с другой стороны напильник по дереву и металлу вот смотри с этой стороны такая насечка диагональная здесь такая плоская отверточка еще одна плоская маленькая отверточка и шила с отверстием вот такой вот плюс есть колечко можно это все подвесить ну и имеются отверстия здесь можно установить клипсу вот подходит от лазерман кей серии клипса лазерман фри серии стандартная клипса фиксация пассатижи здесь как на моделях лазерман wave charge это два усика которые при которые при раскладывании распираются и все это фиксируется сменных лезвий здесь нет можно перерезать как толстую проволоку так какие-то провода что-то тонкое пассатижа достаточно такие деликатные на накладах есть разлиновка что на одной что на второй при таком сложении лейка становится точной и совмещаются двух половинок вот эта заклепка это как раз заклепка на которую приклепана вот эта вот пружинка с усиками который отвечает за фиксацию в раскрытом виде пассатиж тул разборный чтобы разобрать нужен специальный ключик или можно взять маленькие пассатижики и ими раскрутить я раскручивал подобные винты на лазерман микро все раскручивается даже без специального ключа я это делал вот это вот отверстие может появиться как вопрос что же это за отверстие выпилена и отогнутого внутрь отогнут во внутрь кусочек накладок чтобы клинок в закрытом виде не ударялся о накладку вот этот отгиб изнутри вот так вот он выглядит и в него упирается клинок все инструменты открываются даже в перчатках этому прочему у меня такие перчатки здесь достаточно тонкие если давать какую-то боковую нагрузку вот эта отвертка вообще дико дико туго замыкается этой пружиной и очень прочно сидит она не сложится и вот на этом тули в отличие от модели допустим лазерман риф на ней пружины гораздо жестче они очень жесткие они очень хорошие и открывать их удобно потому что тут все продумано несмотря на жесткие пружины все открывается легко и вот вот мне сейчас ее так просто не закрыть и очень большое усилие надо приложить прямо офигительное вот чтобы ее сейчас сложить так что тут прям вот отлично так здесь где пассатижи видны похоже медные шайбы вот вот здесь вот доль рукояток но они очень тоненькие такие прям сверх сверх тонкие между инструментами тоже находятся шайбы поэтому ходят здесь все в принципе прилично что интересно вот здесь надпись на рукояти 0621 а на этой накладке 0521 сделаны в разные месяцы половинки рукояти все здесь загнуто вот вовнутрь чтобы не сдавливала руку при сжимании вот тут фасочки все зализаны ничего не цепляется хорошо приятно сделано первое мои впечатления когда я только взял это в руки не очень понравилось то что как-то все примитивно после лазерман вейв как-то все так и простенько но попользуешься некоторое время я все-таки пришел к такому сознанию может быть это сентиментально звучит но что-то вот что-то в этом есть вот в этом кирпичики как-то все так сделано приятно ту мне понравился вот эту мне понравился очень такая приятная вещица и не зря модель лазерман пести вот это вот древняя она вот когда появился вот этот мультитул лазерман пести один из таких вот первых мультитулов многие люди влюбились в эту модель и там продолжают таскать чуть ли не до сих пор и в целом тут примены разумные хорошее решение вот ну поехали тесты данного мультитула примеры работы различных инструментов плоские отвертки имеются в достаточном количестве здесь на что когда крутишь тул несколько ну вот подкручивается то есть она имеет не очень высокую жесткость но сомнений в надежности не возникает и есть возможность подобрать отвертку под любой размер например вот здесь крупная сейчас там подойдем куда-то где она не лезет там возьмем что помельче ну и естественно вот по хозяйству там что-то подкрутить можно чтобы не идти за отверткой мастерскую конечно здесь нужно открывать сам тул чтобы добраться до какого-либо инструмента до отвертки или чего-то еще например на виксовских тулах или на лазер мани серии free все снаружи находится и открывается легко здесь надо потратить немного времени на манипуляции чтобы вынуть выбрать там подходящую толстую или тонкую открыть закрыть и покрутить и вот этой вытянутой отверткой можно в какие-то вот такие вот места подлезть и вот 2-образной такой ручкой что-то открутить так отвертка естественно позволяет подтягивать и пзшные вот такие вот но конечно лучше специализированную при необходимости возможно универсальный ходовой размер по моему это печь 2 на многих мультитулах лазерман более широкие отвертки и вот такое место и мне проникнуть на счет клипсы в целом удобно таскать с таким вот шнурком каким-то только чуть помельче чем у меня это я в качестве примера нацепил тул находится в кармане пусть он даже лежит вот боком как сейчас вот здесь но благодаря шнурку об очень легко достается вот оставить здесь какую-то шишечку такую за которую удобно тянуть такой длинный темлячок шикарно ну на всех мультитулах есть колечки о кстати вот сейчас был момент что чуть вот вылетела кота пауза что скажешь здесь был минус то что при открытии вот если вот так стукануть вот инструменты они чуть вверх выезжают потому что здесь такая конструкция пружинки что она ослаблена в начале хода но на практике как бы ну чуть-чуть под вылетела да но это не мешает в интернете прочитал что можешь что-то подклинивать вот здесь вот как-то пассатижи если вынуть одну из отверток нет не вижу возможности чтобы здесь что-то подклинило давить очень удобно тулом строгать что в перчатке что без перчатки хорошо но конечно сейчас зима немного холодить руку есть из внутреннего кармана доставать то никаких проблем не будет кстати вот зимой это может быть актуально там с мороза в теплое помещение заходишь там и от тела какой-то пот может идти и вообще перепады температур короче чуть-чуть идет коррозия на таком тули без покрытия поэтому надо это иметь ввиду давайте без перчатки тоже построгаю здесь если вот какой-то дать нагрузку вот такую клинок не сложится на руку видите если вдруг вы что-то строгаете ли что делаете рука безопасности в этом плане все ок клинок хорошо строгает хорошая форма хорошая геометрия нормально режет продукты достаточно тонкий обувь поэтому тут боковые сильные нагрузки лучше не давать и вот такие кирпичи образные мультитулы они очень удобны приятный в руке рукоять удобно для сжатия и для того чтобы что-то подтянуть затянуть целом вопросов никаких нет удавить нормально во время перекусывания кабеля и сейчас как раз проверим насколько это удобно без перчатки так попробуем перекусить очень толстый провод и посмотреть удобно ли рукояти данного инструмента едва на половину все попробуем еще раз вот раз на половину так вообще целиком почти да 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 рукояти у тула очень удобная гораздо удобнее чем на лазерман рев например и сжимать их комфортно удобно давайте по перекусываем многожильный провод будет ли он затыкиваться хорошо обрезал теперь попробуем зачистить где у нас там нет не получилось первого раза только он занялся со второго получилось давайте вот это попробуем обстричь и посмотреть будет ли зажатие еще что-то вот вот так вот просто не все чудесно нормально вот этим местом для очень тонкий проволоки она не подходит тонкую проволоку на кусать вот этим местом естественно без проблем и так шило шило под нагрузкой хорошо держится здесь очень мощные замки и можно ковырять дерево кожу есть отверстие что можно было пропихивать шнур через кожу она имеет высокую толщину ну прочная и сбоку нечто вроде лезвия что можно было прорезать чтобы когда это протыкается через кожу или через дерево было некое прорезающее движение чик можно что-то так прошивать таким вот образом но конечно шило не очень тонкая было заявлено что это по дереву и по металлу попробуем дерево поскрести смотрите хорошо хорошо ну как расшпилек маленький это диагональный он проскальзывает по дереву вообще отлично и длина хорошая чтобы что такое делать да вот вспомогать на можно так вот пошкрябать и держится достаточно прочно под нагрузкой не складывается хорошие замки я это уже на рапет рассказал за видео теперь попробуем по металлу по металлу буду вот этой диагональной стороной работать вот так фасочку снять можно длина позволяет делать какие-то такие движения пошире уверенно обхватывают по сути же какие-то гайки вплоть до такого диаметра может что-то обхватить какой-то предмет вот даже вот эту трубу если вдруг это надо но что-то открутить такое крупное где нет большого усилия он сможет разлет пассатиш очень важен сейчас нужно было вот эту вот матричку из закрутки охотничий извлечь чтобы тут починить тут резьба слизалась и благодаря большому разлету я это схватил спокойно и выкрутил какой-нибудь виксовский мультиту он так бы не смог потому что там вот тупо вот столько места поэтому это серьезный плюс лазермана что они нормально открываются по-человечески так на бонде открывалка точно такая же как на лазерман wave данном случае с покрытием и это нормально открывалка давайте ей попробуем открыть консерву зацепляем за борт и делаем такие вот стежки в направлении на себя все то же самое как на вэйве вполне комфортно держать в руке и открывает достаточно быстро может вэйв менее удобно держать из-за своего веса не тоже нормально пойдет и бон как-то бон даже удобнее а почему не могу понять я на вэйве нажимают кромысло вот это вот ходит как бы под рукой вот это тоже ходит когда я сжимаю здесь прям такой кирпичик плотный да даже удобнее чем на вэйве как-то вот по корпусу и так данная открывалка для крышечек проверяем цепляется не идеально но открывает хорошо так ну лазерман бонд на сыре очень тоненький клинок и можно очень тонкие куски сыра отрезать кстати держать в руке при нарезке сыра гораздо удобнее чем допустим лазерман риф который я тут параллельно тестирую кирпич к такой рукояти комфортен вполне если сравнить с лазерман вэйв что лучше режет сыр лучше режет бонд клинок тоньше и как-то сырок по комфортнее разрезается руке лежит хорошо лучше чем ну я уже как-то так протестировал лучше чем допустим вот такая вот модель этот простой кирпичик лежит в руке лучше ну и пробуем порезать я даю давление на нижнюю половину здесь есть некое шевеление ну и смотря как схватиться удерживаю вот эту нижнюю часть нажимаю и чувствую что то что не монолитного берем лазерман вэйв режет гораздо хуже по причине вот таких спусков больше толщины в обухе хотя на видео и так не кажется просто здесь такое еще к обуху сужение но режет хуже гораздо в руке ощущается намного более тяжелым но сидит уверенно но он массивней сидит уверенно и как бы не дрыгается но массивней здесь хороший такой кирпичик я нормально это так зря придираюсь потому что две половинки могут как-то относительно друг друга работать не вообще по продуктам просто отлично то что клинок расположен вот здесь вот совершенно не мешая сейчас вот какие-то продукты на доске нарезать то есть тут у нас клинок вот он вот типа вот так здесь клинок вот верхней половине не мешает совершенно но посмотрим там еще на помидоре на сыре будут кадры или уже были как нас или это все работает по продуктам супер так помидорный тест давайте посмотрим насколько удобно вот такие вот вещи вырезать в целом нормально расположен клинок что вот что такое подрезать он узкий не широкий следовательно им так что-то выскабливать будет удобно да и заводская заточка толщина обуха позволяет все это нарезать с комфортом ну как с комфортом похуже чем кухонный нож мы все нормально все возьмем лазерман вейф ну насколько он тяжелее тоже есть такой кирпичик в руке таким и салату станешь нарезать таким тяжелым ну тоже режет хорошо этим удобнее он легче примут он такой пойдет затруднений проблем нет так попробую яблоко почистить как-то не очень удобно когда клинок от вас отдален мультитуле вот рукояти реально что-то что-то не то какие-то такие дела типа что-то почистить типа картошки овощей клинок получается ближе к вот этому краю лучше чтобы был ближе к этому и вот такой допустим намного комфортней вот такие вот пользоваться когда клинок ближе такая задача на редко выпадает хотя учета по ремонту вот так вот делать когда клинок ближе вставляется вот такой вот коробочки лазерман ну выглядит недорого и комплекте есть чехол стандартный для лазерман вот такой вот чехол на кнопке гарантия 25 лет от официального дистрибьютора вес 164 грамма лазерман wave с клипсой весит аж 245 грамм но виксовский мелкий мультитул спирит это 208 грамм длина его сотка если по центру кирпичика 29 на 15 взглянем на параметры клинка если смотреть режущую кромку то это 60 если смотреть от рукояти то это 70 обувь 1.7 так вот он для сравнения с виксовским спиритом ну естественно у викса по мощности пассатиш допустим на виксовском на спирите мощнее ну а если сравнить с лазерман вейв то на этом туля они помощнее будут рядом с лазерман вейв в закрытом виде так ой жуть ну и в толщину вот так или ног можно без проблем приподнять вот так вот и как-то случайно наткнуться на острие например на лазерман вейв когда он раскладывается там специальные блокираторы блокируют клинок от открытия здесь такого нет почему так сделано смотрите здесь специально есть свободное пространство на то чтобы приподнять инструменты вот вот так приподнять инструменты дальше уже идет сопротивление пружины благодаря этому все открывается очень легко и приятно вот я без сопротивления вот это приподнял при этом усилие так такое что она ну не вываливается из рукояти но вот приподнял дальше сопротивление сопротивление пружины открыл на многих других тулах на них уже вот отсюда начинаешь чувствовать это сопротивление ну вот и получается так что вот клинок можно приподнять это конечно не очень хорошо и я видел как народ просто берет острие и вот так вот сгоняет вот вот вниз тогда эта проблема исчезает но в общем с этим надо быть повнимательнее ну кстати они попытались решить эту проблему вот посмотрите на ножа вот жопка ножа она выше чем у остальных инструментов то есть они это прекрасно понимали но надо было сделать ее еще чуть чуть выше еще чуть-чуть вот но почему-то сделано вот так при складывании вот тула показывает сколько места еще остается вот так видел тюнингаторы выкидывает вот это колечко и вставляет сюда пилу или что-то такое то есть тюнинг возможен если выкинуть допустим колечко которое не нужно и поставить сюда еще один инструмент с этой стороны покажу с этой нет с этой уже каши ничего не впихнешь еще отмечу то что вот вот здесь вот фаски дни сняты изнутри так он весь весь очень хорошо заполирован все замечательно но вот если тут проводить вот это максимум к чему можно придраться голой рукой если вот здесь проводить ну как то вот тут можно еще фасочку подсбить серьезный плюс этой модели это вес то что нет замков это тоже может быть плюс там где замки на складных ножах запрещены но по сути так я конечно больше одобряю тулы замками здесь еще есть плюсов то что отвертка крестовая поддерживает битодержатели такое не на всех тулах лазерман есть например на серии wingman sidekick рев такого нет то есть тут можно докупить адаптер расширить возможности тула здесь есть клипса стоит ее поставить потому что мультитул весит меньше 200 грамм и на кармане такое можно таскать комфортом в отличие от модели wave surge и других мультитулов которые имеют вес за 200 так что блин классно бы было если бы можно выбрать разные комплектации там кто-то хочет с чехлом а кто-то хочет вместо чехла чтобы клипса была я например хотел бы чтобы была клипса чехол комплектный хороший приятный из нейлона с мощной кнопкой на поясе я такое не ношу потому что он легкий но смысл таскать на поясе проще в кармане но без клипсом просто падает на дно кармана так что опция установки клипсы это замечательно дальше здесь все что нужно есть ну кроме может быть пилы по дереву которую можно установить если будет желание и приложить рук здесь есть отличное шило здесь есть гарантия это не китай тул по исполнению без каких-либо косяков инженеры подумали обо всем кроме вот этого лучше ли это чем лазерман рыбар ну у ребара есть замки на инструментах это серьезный плюс но ребар весит побольше стоит подороже ребар мне не очень нравится своим внешним видом хотя они как бы похоже но если взять ребар там в цвете прикольным то ладно ребар выглядит тоже хорошо вот поэтому все-таки ребар так несуразно смотрится а этот такой монолитный красивый кирпичик то что на ребаре вот там замки здесь вот эти пружинки вот как вывод базовый мультитул простой и по первому впечатлению я подумал что слишком все просто но на практике нормальный тул вот несмотря на свою простоту все ссылочки дополнительной информации в описании видоса все всем пока до встречи на канале увидимся